Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Друзья, сегодня тема нашего разговора будет как правильно построить взаимоотношения между ребенком и собакой, если, конечно, присутствует в доме ребенок маленький, вот как вот эти все вещи как бы свести на то, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций. Я вот вы злые на самом деле, я только выпустил буквально там два часа назад просто видеоклип, хотел просто анонсировать эту тему, ребенка и собаки в одном доме, и уже дизлайков понаставили. Я понимаю, почему поставили дизлайки, то есть название клипа там звучит таким образом, что собака и ребенок, как правильно построить отношения, и эта тема не раскрыта, просто видно, что маленькая девочка бегает, играет с собакой, кормит собаку, как бы, а толком ничего не сказано. Но, естественно, я позже хотел вот рассказать и все. Ну, вы поторопили события своими вот этими вот пальцами вниз, и мне пришлось поставить камеру, сделать фон и рассказать вам об этом. Значит, смотрите, здесь я уже не один ролик снимал по поводу того, что если у вас находится маленький ребенок, то вы должны разграничивать зоны. Да, не буду сейчас останавливаться на этом моменте, потому что об этом мы уже говорили неоднократно с вами. Но суть всего вот этого обращения у меня к зрителям сводится к тому, что нужно зону комфорта выстраивать возле ребенка. Каким образом нужно этого делать? То есть я почему вообще стал снимать ролик на эту тему? Потому что сейчас мне стали задавать, мне стало приходить очень много вопросов и очень много таких вариантов развития события, что значит, как бы, при ребенке за агрессию к ребенку собаку наказывают. Ну, понятно, что доводить агрессию, как бы, к ребенку ни в коем случае нельзя, чтобы собака там рычала, гавкала на собаку, злилась на ребенка и так далее. То есть здесь это очень важно, чтобы, ну, это мы видим уже конечный результат, да, то есть собака уже проявляет какую-то агрессию. А что происходит? Что вот, как поступает большинство владельцев? Начинают наказывать собаку, да, и вот здесь вот-вот начинаются неправильные моменты. То есть я уже мало того говорю о том, что есть такое понятие наказания, да, есть такое понятие, как подкрепление. То есть что из них работает, что из них не работает. Я думаю, что если кто присутствовал на вебинаре или кто хочет поприсутствовать, то спишутся со мной, я там дам, и эту тему я полностью на вебинаре раскрываю. Что такое отрицательное подкрепление, наказание, и почему они в большинстве случаев не работают. То есть теперь давайте мы с вами поговорим о том, как правильно выстроить взаимоотношения, чтобы не доводить вот до этой кипящей точки взрослая у вас собака, которая появилась у вас в доме с маленьким ребенком, либо вы взяли щенка, но ребенок должен всегда ассоциироваться у собаки с чем-то положительным. То есть я допускаю моменты, когда вы будете наказывать собаку. Но что делать? Вот такая вот жизнь, и вы в принципе не обладаете тем опытом, которым я обладаю, и вам приходится наказывать собаку. Допустим. Но вот смотрите, возьмите за одно из правил, что когда происходит наказание, то есть что-то отрицательное, собака это связывает с тем, что находится возле нее. То есть если в этот момент будет находиться возле собаки ребенок, то уже негатив может отразиться и на ребенке. То есть впоследствии как бы она у нее, она же не думает там, как мы, не развивает события. Она просто связывает то, что было плохо, и рядом находился вот этот объект. Почему я вот говорю всегда, если вы хотите приучить собаку к когтереске, да, допустим, вы когда собака у вас кушает, кладите эту когтереску. И у собаки уже будет отношение к ней абсолютно другое. То есть она кушает, ей хорошо, рядом находится когтереска. Здесь поступайте то же самое. Если происходят какие-то положительные моменты какие-то, когда вы хвалите собаку, старайтесь это делать тогда, когда будет рядышком находиться ребенок. Если вы кормите собаку и убираете пищевую агрессию, то есть смотрите, вот на заднем плане у меня ребенок кормит собаку. Да, сама кормит собаку, она просит его выполнить какую-то команду, она не заставляет, она просит его выполнить эту команду. Потому что если приказать, то я могу только я, допустим, приказать как вожак, как хозяин этой собаки. Она просит выполнить эту команду, собака садится, и, соответственно, получает как бы за это вознаграждение какое-то. Здесь вот уже положительные моменты как-то складываются. Дальше я убрал пищевую агрессию у собаки, и когда рука в тарелке, эта собака воспринимает не как какой-то отрицательный момент, что сейчас что-то будут забирать, а агрессия купирована тем образом, что рука в тарелке – это что-то положительное. И ребенок, вот смотрите, собака кушает, да, и ребенок руку в тарелку сует. Он не просто сует для того, чтобы что-то забрать, а я ей дал в руки что-то вкусное, наиболее вкусное, и она дает собаке дополнительно в тарелку. То есть, конечно же, я не призываю сейчас тут же взять и все это делать. Это долгий процесс на самом деле, купировать эту агрессию и приучить эту собаку. Поэтому не надо сразу собаку брать и восстанавливать в этом плане. То есть, я призываю вас посмотреть мои ролики, как купировать правильно агрессию пищевую, и уже тогда постепенно, шаг за шагом, как в любой дрессировке, у нас все начинается с первого шага, у нас все начинается с первой секунды. Обязательно связывайте, то есть, вот смотрите, положительные эмоции какие-то с собакой, с ребенком. Допустим, я стараюсь не играть сам с животным. То есть, игру собака может получить только от ребенка. Когда мы выходим на улицу, он таскает и мне эти игрушки, не таскает и мне эти игрушки, я с тобой играть не буду. А играть будет с тобой только тот человек, который заинтересован в этом. То есть, ребенок. Смотрите, опять же, положительный момент связывается с ребенком. И так, собственно говоря, в абсолютно любой конфликтной ситуации. Будь тут другая собака, и будь то, ты, если будешь обращать внимание на ту собаку, будешь там гавкать как-то, будешь рычать и рваться к ней, ты будешь одернута. Но если ты проявишь внимание ко мне, да, прямой взгляд в глаза, ты получишь игру. То есть, здесь мы тоже даем. То есть, я вам говорю, если происходит, конечно, агрессия на ребенка, это должно пресечься в любом случае. То есть, не надо там смотреть на это. В этом случае вы будете правы на 100%. То есть, вы должны будете именно проявить отрицательное подкрепление. То есть, чем отличается отрицательное подкрепление от наказания? Тем, что наказание происходит со срочки платежа, время какой-то, разрыв происходит. Это отрицательное подкрепление происходит прямо резко. Чем короче промежуток времени, тем лучше. И заканчивается он, ровно должно закончиться, это отрицательное подкрепление. То есть, ну, должно именно в тот момент, когда действие прекратилось. То есть, агрессия на ребенка прекратилась, вы должны прекратить отрицательное подкрепление. Только тогда собака будет понимать. И никогда вы будете ее полчаса еще долбить после этого. То есть, как только она прекратила проявлять агрессию, вы должны будете прекратить именно отрицательное подкрепление. Это очень важный момент, прошу обратить на это внимание. То есть, основное правило дрессировки, какое, то есть, в цирковой системе, это мы хорошее поощряем, плохое мы стараемся не замечать. И наказываем, то есть, отрицательно подкрепляем только на агрессию к человеку. Но в случае с ребенком, мы стараемся, скажем так, больше подкреплять положительные моменты и связывать их с нахождением ребенка. То есть, правило такое. Ребенок играет, ребенок кормит, естественно, под вашим присмотром все это должно проходить. И ребенок никогда не присутствует в те моменты, когда происходит наказание собаке. Все остальное, как бы, тему я уже раскрывал. Как происходит адаптация ребенка в квартире к животному. Когда появляется в вашем доме, значит, животное. Как разграничивать зоны какие-то. Как выстраивать иерархию. Эту тему я уже раскрывал неоднократно. Поэтому, еще раз повторюсь, это значит, никогда не наказываем собаку. И всегда положительные моменты, когда происходят, мы стараемся их выстраивать так, чтобы ребенок находился рядом. То есть, ребенок – это всегда положительный момент. Это партнер по игре. Это человек, который отдает какие-то лакомства. Это человек, который кормит. В общем, это всегда все положительное. И никогда отрицательное. Это всем понятно? Заслужите доверие, заслужите уважение. И у вас все получится. Спасибо. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Спасибо. Спасибо.